Всем привет. Томак, мне кажется, ты реально меня любишь. Конечно. Знаешь, почему? В пятницу вечером Томак едет со мной в Киеве. Представляете? Это точно любовь. Пообедать по лужинам. Ты хочешь сказать, что я плохая хозяйка, не приготовила тебе ужин? Нет, если серьезно, лежачие полицейские, то в течение недели у нас как-то нет времени поехать в Икею. Томак, ты хочешь, чтобы меня реально стошнило? Блин, шумахер. Покажи, как можно пынать в Икей саму, выводить мебель. Так, Томак, подожди, ну что ты по-польски так быстро рассказываешь? Рядом с Икеей стоят машины, которые можно арендовать там на час, на два, на минуты. Да, трафикар это называется. И отвезти домой все, что тебе надо. И посмотрите, как их много. Класс. У нас стандартная ситуация. Человек решил немножко вырубиться в машине. Новая система в клубе для деток. Нет же в очереди, а нужно взять номерок. Берешь и ждешь. И потом нет никаких разборок. Там Вася, Лена, Оля были первыми. Вот так смотришь, прикольно, да? А потом как подумаешь, что у тебя столько всего будет. И как-то становится не по себе. А вообще, я хотела вам сказать, что мне очень нравится вот такой спокойный зеленый цвет. Смотришь, и прям глаза отдыхают. В сочетании с таким пыльно-розовым тоже свежо смотрится, правда? Новая идея женского уголка. Я еще ни у кого ничего такого не видела. Просто, но со вкусом. Стул, по-моему, кстати, тоже новый. Во всяком случае, я не видела его ранее. Как будто сделан из пробкового дерева. Столик однозначно. А, да, вот даже значок новинка. И зеркало, я думала, где-то больше как бы для прихожей. Но нет. Классно, мне нравится. Супер идея, как по мне. Такая же лампа, как у меня, но это сейчас не важно. Вы это видите? Эти зеркала, это нечто. Минимализм. Но это очень-очень стильно. Поднос такой у меня тоже есть. Наверное, пришло время дать ему второе дыхание. А вот и полка. Что-то в таком стиле я ищу. Вот поставить всякое разное балдежная штука. Можно использовать и как поднос, и как подставку. По-моему, раньше такого набора не было. Мне он нравится. И смотрите, к нему еще можно добавить большую миску и тарелку, чтобы подавать что-то такое нежидкое, скажем. То есть более плоская тарелочка. И вот еще интересное решение. Красиво смотрятся такие подставки под бокалы, под чашки золотистые со свечами. Обалденно. Пару лет тому назад крайне сложно было найти золотистый кран по доступной цене или вот такой в ретро стиле. А теперь они есть в океан. И у нас вот этот крайний, он очень удобный, снимается. И можно помыть раковину, также переключить с такой однородной струи, скажем так, на душ. Золотистый стоит 100 евро. Очень даже удобно лежать здесь. Я чувствую, что моя простуда меня все больше и больше атакует. Тома где-то отморозился с Захаром. Как? Захар в детской комнате, а Тома по дороге где-то потерялся. И говорит, уже иду, уже иду. И эта уже иду продолжается на протяжении 40 минут. Мы приехали в Икею за детской кроватью. И почему мы решили их сменить? Во-первых, когда мы 2 года назад переезжали, мы уже это планировали. Мы еще хотели оставить наши кроватки в нашей старой квартире. Но как-то так получилось, что мы их, короче, забрали. Вот. И такой финальной точкой на дыдку последней каплей стало то, что у Захара одна досочка, на которой лежит матрас, она просто сломалась. Ее можно поменять, но эти кровати были такими, знаете, переходными. То есть они не очень прочные, они не были дорогими. И вот если уж совсем по-честному, то мне кажется, что там даже не особо удобно было спать. И там не совсем удобный размер. В том плане, что мне приходилось искать где-то в специальных магазинах постель. То есть стандартная не подходила. И это все немножко начало напрягать. В общем, мы решили, что да, пришло время сменить детям кровати. Поэтому сегодня мы намерены их купить. Во всяком случае, и я. Еще вопрос, кто это будет собирать. Потому что всю мебель из Икеа нужно монтировать. А Томак сейчас как уедет на работу, буду я сама сидеть с этими кроватями. Но я сама точно не смогу их собрать. Поэтому, скорее всего, мы закажем транспортную услугу. Это стоит не слишком дорого. Тем более, что не каждый месяц чем-то таким пользуемся. И за небольшую оплату к нам приедут специалисты и все это соберут. Но они недоступны так, что, вы знаете, с дня на день прямо. То есть нужно будет подождать немножко. Но мы готовы ждать, нам не горит. Нам очень нравится такой вариант дивана-кровати. То есть, смотрите, можно это сложить. Сейчас покажу, как это выглядит. И тогда без проблем помещаются или невысокие взрослые, или же подросток. И потом также кровать раскладывается. И получается полноценная кровать для даже двух людей. В сложенном состоянии размер 80 на 200. Эта кровать доступна в трех расцветках. Белая, серая, матовая. Также можно докупить столик. И наверняка еще какие-то аксессуары. Потому что это стандартная линейка. Но мне нравится то, что есть выдвижные ящики. То есть можно еще что-то спрятать. Это всегда дополнительный плюс. И вот еще такая натуральная. Я никогда не обращала на это внимание. Но именно она чуточку дороже. Такой теплый, приятный глазу оттенок. Так, стоп. У нас прозрение. Это не та же кровать. Видите, здесь два ящика. Теперь, кажется, понятно, что они отличаются. Ух ты! Это мальчиковая комната. И, по-моему, мы нашли то, что нужно. Уже записываю. Снимаю на видео, чтобы не забыть. В общем, кровать на ширину сейчас скажу какая. Беленькая, аккуратная, ничего лишнего. И можно отдельно докупить вот такие ящички. То есть, туда можно что-то сложить, как видите. Что вам нужно. Но можно и без этого. И кровать такая стоит меньше 100 долларов. То есть, в три раза дешевле, чем та, которую я только что показывала. Ширина 90, длина 200 сантиметров. И я не вижу, чтобы был другой цвет. То есть, она только единственная нам представлена. И я думаю, что мы возьмем именно такую кровать. Чтобы ребенок не падал с кровати. Вот видите, такая интересная штучка. Заборчик. И причем его не нужно как-то специально монтировать. Просто надеваешь и снимаешь. И нет никаких следов. Это удовольствие стоит 10 евро. И проблема решена. На самом деле, вот таких одинарных кроватей лучший выбор. Я должна сказать, а полуторных не так много. Хотя смотрю на полуторные, они мне кажутся такими большими. Зачем детям аж такие кровати? Наверное, вот правильный вопрос. Белые и серые есть такие. Ну, невозможно разбудить. Он сейчас выспится, а потом будет сидеть с нами до ночи. Вот тебе и день Валентина. А вот я сейчас смотрю и понимаю, что я влюбилась в этот зеленый цвет. И как только дойду до отделения с постелью, я поищу. Если найду в нужном размере, скорее всего возьму. Потому что прям вообще очень-очень симпатично. Продолжение следует... Продолжение следует... Готовишь, да? Ой, а что готовишь, Игнаш? Страшное такое Креветки, да? Ну выкладывай уже остальные Делаем макароши Рецепт вам показывала Игнат боится креветок Ну не боится, не боится Все ты уже почти выложил, да? Ой, усатые какие Время позднее Как вы думаете, чем я занимаюсь? Та-да-да-дам Я буду печь фокаччо Слушайте, мне настолько интересно Всем этим заниматься О-о, у меня прилипло тесто Почему оно такое странное? И раньше я не особо умела Замешивать тесто, поэтому я Довольно редко показывала вам Какую-то выпечку И сейчас все настолько просто Главное не объедаться Иначе будет плохо Для моей фигуры Но пока что все, что я себе делала Более-менее диетическое А Тома говорит Хочешь сделать, сделай Я возьму на работу Так что я делаю И Захар уже не мог дождаться лепешек Завтра утром И он обрадуется Я же ему говорю, что я вообще Не спец в этих делах О, уже красивее получается Поливаем немножко оливковым маслом Немножко Ну, получилось относительно немножко Такисточка очень удобная Чтоб все так распределить Посыпаем крупной солью Я обожаю эту Мельничка здесь классная Потом можно отдельно докупать крупную соль И пользоваться ею И посыпаем орегано Орегано у меня очень сильно ассоциируется Именно с Италией Ну, очень популярна в Италии, да? А за кадром Красота страшная сила Я тут не нагламуренная Как вы можете понять На мне очень классная маска от Бентон Уже завтра утром вам покажу Потому что пока я сбегаю туда Найду это все, расскажу вам Мои булки сгорят Вот Уже не первый раз пользуюсь ими Здоровская Так что совмещаю приятное с полезным А, какая лажа Они получились дубовыми Вот вообще Ведь мне нужно приложить много сил Для того, чтобы отломить кусочек Хозяюшки мои Скажите мне, что я сделала не так? Слишком много муки Или просто рецепт какой-то странный Короче говоря Столько времени потратила И очередной провал в кухне Ну, тоже случается Приветики Скорее всего это продолжение этого влога Который я начала снимать Аж 14 февраля И я решила не делать отдельное видео Об H&M Если вам так будет удобнее То отпишитесь В следующий раз будем делать В каком-то другом формате Сегодня же в такой домашней обстановке Будем рассматривать Что же я заказала Из премиальной коллекции H&M В последнем шопинг-блоге Я спрашивала у вас Было ли бы вам интересно Если бы я заказала Какие-то вещи на свое усмотрение Чтобы посмотреть Что это И с чем его едят Потому что я точно так же Как вы смотрю Стилистов-блогеров И также моих коллег-девочек Которые Или просто рекомендуют Ну, вот честно говоря Я ни разу не встречала Чтобы кто-то Показывал эти вещи на себе Но у нас в стационарных магазинах И я уже по вашим комментариям Потом поняла Что в ваших также Эта линейка не представлена То есть Ты заказываешь слепую У нас нет проблем с возвратами То есть я спокойно могу отнести Те вещи, которые меня не устроят Которые мне не понравятся В магазин И возврат занимает там Буквально несколько минут Так что Мне не сложно Мне было интересно Вы меня поддержали Так что Рассматриваем Что я тут заказала Просто для того Чтобы мы с вами знали Что это Как оно выглядит И стоит ли оно того Потому что это Наверное самое главное Так как эти вещи На порядок дороже Когда я просматривала Всю вот эту коллекцию Я поняла Что у них В основном Базовые вещи Многие из них Прям морально устаревшие Это раз Нужно выбирать А во-вторых Не знаю Как в других странах А у нас в Польше Многие размеры Недоступны Или светится Что как бы Можно купить все Заходишь Потом видишь Что все размеры Распроданы Поэтому у меня был Довольно ограниченный выбор Я также должна вам сказать Что я не помню Точных составов Потому что часть вещей Идет с примесью Кашемира Или шелка Часть это чистый шелк Или чистый кашемир Поэтому если вам вдруг Что-то там приглянется То я оставлю все ссылки внизу Но это видео Не спонсировано Я делаю это Только по своей Собственной инициативе И потому что Вы меня об этом попросили Первое что я заказала Это кардиган В таком верблюжьем цвете Он очень красивый Самый настоящий Нейтральный И написано Что это мягкий кашемир Господи Это настолько приятно Он не колется Но он греет Я пробовала набрасывать его На футболку И минут 10 В нем дома походила Действительно он приятнейший К телу При том что у меня Чувствительная кожа на руках Я также страдаю аллергией И у меня не было Никакого обострения Если это колючая шерсть Например То у меня сразу все Начинает чесаться Даже через футболку Здесь я ничего такого Не почувствовала Ну и в тех местах Где кардиган Прикасался к голому телу Тоже никакой Такой негативной реакции Я не заметила Мне очень нравятся Пуговки Вот даже фурнитура Такая знаете Мне кажется Лучше по качеству Но проблема состоит в том Что кардиган укороченный То ли я не дочитала Что-то на сайте То ли они не доуказали Но мне хотелось бы Чтобы кардиган Все-таки был Чуточку длиннее Мой рост Метр шестьдесят два И это размер S А если девушка Например ростом Метр семьдесят пять Это смотрится Ну очень сильно Так себе Поэтому На низеньких девушках Да Но даже на мне Я бы не сказала Что это прям Идеальный вариант Вот был бы он Хотя бы на Вот столечко длиннее Я бы его оставила А так Несмотря на то Что он мягчайший Я вынуждена Его отправить обратно Я пока что не решила У меня довольно много вещей Они тяжеловаты И возможно Я отправлю почтой А возможно Я просто поеду в магазин И верну Слушайте Вопрос Как вам этот кардиган Потому что Я сейчас надела его С другими вещами Не с теми С которыми я Примеряла его впервые И вот так Мне нравится И возможно Как раз Он и должен быть Таким укороченным Он очень мягкий Он очень теплый Он супер комфортный К телу И так смотрится Очень стильно Подвеска у меня Тоже из H&M Обо всех остальных вещах Я буду рассказывать В отдельном видео О весеннем гардеробе И вот смотрю Он такой Сзади Как бы длиннее При том Что он греет Он не раздражает меня И смотрится Так как-то Стильненько Я наверное Его оставлю Что скажете Кстати И первая Вторая посылка Шли мне всего Два дня Я думаю Что по Европе Они довольно быстро Доставляют А если вы живете В России Или в Украине Напишите Как дела С доставкой у вас Я также заказала Несколько пар обуви Давайте откроем первую Это как я люблю Говорить Беговые шлепанцы На каждый день Обула И быстренько По своим делам Они выполнены И с кожей И на первый взгляд Все в них хорошо Кстати Вот снаружи Они Как бы более жесткие А внутри Довольно приятные Если у вас Очень узкая нога Я думаю Что эта модель Не совсем для вас Длина моей стопы 24,5 см Может даже чуть больше Она как-то Начала с возрастом Расти И на 37,5 см Я взяла 38 см Подошел Очень хорошо Вот эти шлепанцы Я оставлю Потому что Они очень стильные Они скромные К сожалению Здесь нет никакого ценника Чтобы я вам Точно назвала Цену в евро Но приблизительно Где-то 40 см При том Что модель шлепанцев Не самая элегантная Они смотрятся Очень аккуратно На ноге Даже по сравнению С теми Которые есть В Заре Там Я примеряла Тоже в Манго Они Ну я знаю Что не всем нравятся Такие модели Но поверьте мне Что даже мне Сложно было найти Что-то В чем я не буду Смотреться Как в слишком Больших башмаках Так что Они очень удобные Не давят Не жмут Нигде Но не на самую Узкую ногу Клея здесь Я нигде не вижу Вот посмотрите Все аккуратненько Так что Шлепки зачетные Дальше у нас с вами Вот такой Жизнерадостный Пулловер Красивого Желтого цвета Но он не кричащий А очень приглушенный И свежо будет смотреться Именно весной Это 100% шерсть И вот даже По самой пряже Уже можно заметить Что это Качественное изделие К сожалению Я не могу сказать Как это все будет носиться И я поняла Что я не умею Сама стирать Кашемировые вещи Или даже Пусть это будет Примесь кашемира Я теперь отдаю Какие-то свитера В химчистку Потому что Я уже столько Всего перепортила Что Мои эксперименты Со стиркой Обходятся мне Дороже Чем химчистка Так что Я раз В какое-то время Отношу эти вещи И со спокойной душой Потом забираю Не испорченные Потому что То Томак мне что-то Постирает То я сама Я больше не рискую Что касается Вот этого Пуловера То Я без понятия Как он себя поведет При стирке Будет ли он скатываться Я говорю Только о каких-то Первых впечатлениях Как эти вещи Сидят Да Он немножко колется То есть Я ощущаю Он греет Но если у вас Очень чувствительная кожа То вам такое Не понравится Лучше выбирать Что-то Не знаю С кашемиром Наверное Он более нежный Вот Ну а сам по себе Пуловер Мне в принципе Нравится Свитер связан Очень так Плотненько И конечно же Он будет Очень здорово Греть При том что Вещь необъемная Вы сможете его надеть Например Под какую-то косуху Под какой-то легкий Тренч Только не Оверсайз А что-то Приталенное То есть Он очень аккуратный И сидит хорошо Но вот единственное Опять же Должна вас Предупредить Что На мой рост Я взяла Размер Иксэс Он сидит Свободно Но не то чтобы Длинный На мой Невысокий рост Все хорошо Я Не жалуюсь Но просто Если вы высокая девушка И купите себе Такой размер То будет Будет смотреться Как подстреленный И вот еще возникает вопрос Какой длины будет Такой же свитер Например В размере М или Л В случае куртки Я вам скажу А вот Здесь я затрудняюсь Ответить Такие ажурные Белые шлепанцы Они были В такую же цену Как и предыдущие Черные И вот тут Я только что При вас распаковала И видите Что Какие-то Нитки Подолуста Это можно убрать Но как бы Я напоминаю Что это Премиальная коллекция Вот все убирается И нормально Но И вот здесь Какой-то типа пух И вот я смотрю на них И мне черные Вот честно Нравятся Больше по качеству Они мягенькие И наверное Они даже мне будут широки Потому что У меня нога не узкая Я всегда страдаю От того что Если что-то там Очень узкое То мне неудобно И скорее всего Это еще и будет растягиваться Да Я уже сейчас вижу Что Пальцы вылезают Так что С одной стороны Они идут на широкую ногу Но с другой Видите Что сама подошва Довольно тонкая То есть Я не знаю Как это будет выглядеть Когда допустим Будет широкая нога Она что Будет свисать Поверх этого Не знаю По-моему Это не очень Знаете Что до меня дошло Что когда я пролистывала Их премиальную коллекцию Мне также в перемешку Попадались какие-то Базовые вещи И до меня Вот сейчас дошло Что это никакая Не премиальная коллекция Я купила Базовую белую футболку Потому что Со временем Их нужно обновлять А так как это Основа моего гардероба И не только летом Там весной В принципе На протяжении всего года И часто Это целая проблема Найти хорошую Базовую футболку Вот И я заказала эту Я не обратила Внимание на то Сколько она стоила Сейчас вижу Что 10 евро И эта футболка В размере С Да Специально взяла Такую Чтобы она не была Короткой И чтобы здесь Не было узкой В рукаве Футболка Сейчас После стирки Хочу вам сказать Что она Не перекрутилась Она нигде Не вытянулась Все с ней нормально Она Да Ее нужно хорошо Отпарить Ну а так Все Все окей И да Вот эту футболку Я однозначно советую Это базовая линейка И я уверена Что они есть Еще в каких-то цветах Это платье Заставило меня Ахнуть Оно было дороже Чем остальные Но на нем Нет этикетки Премиум Почему-то Хотя вот я Сейчас смотрю Внутри Натуральная подкладка То есть Знаете Вот какие-то Такие Детали Которые все-таки Говорят о том Что это платье Чуточку лучше По качеству И оно лучше Скроено И вот эта Расцветка Это смотрится Так красиво Оно настолько Женственное Оно воздушное Оно Вот такое Как бы И сексуальное Потому что вырез Но при этом Оно очень Сдержанное Так как это Длина миди И красиво Это все развивается На ветру И с каблучком И также Например С какими-то Такими Сандалиями Да Со шляпкой С очками Будет смотреться Очень красиво И наверняка Найдется повод Его надеть Я его верну А потом Буду специально Что-то искать И ничего не будет Ну не знаю Пока что я не решила Но платье Очень красивое Если вы ищете Что-то на какое-то Мероприятие Если вы Любите Вот такие Очень женственные Наряды То присмотритесь Оно очень красивое Базовая футболка С примесью шелка Но она прям Немного просвечивается Мне кажется Что если бы Это была Белая футболка То она будет Светиться Я почему-то Ожидала Чего-то большего Ну вот Как-то так На вид Да По ощущениям Это очень приятно Но на вид Я не знаю Может я Чего-то Конечно же Не понимаю Такое тоже Может быть И у меня Размер Какой С Ну Наверное Это стандартная С Не слишком Короткая Не слишком В облипку На мне При том Что я Ну не очень Маленькая Не такая Прям вся Сухая Нет Я обычного Телосложения Но чаще всего По длине Там подходит Икс С или С Вот здесь Все нормально Она сидит Свободно Великовата Ну такой Оверсайз Модный сейчас То что я уже Примеряла И я это верну Это еще одни шлепанцы Только в золотистом цвете На них Как бы такое Золотистое напыление И у меня Такое впечатление Что оно Будет стираться Или Вот как-то может Шелушиться Вот отпадать Не знаю Не внушает у меня Это доверие И Вот так На первый взгляд Я бы не сказала Что это что-то Прям Вау И что это Премиум Качество Хотя это Кожа Ну Нет Это платье В красивенном Лиловом цвете Мне также Подсунули Как H&M Премиум Но наклейки Здесь я не вижу Это Как я понимаю Хлопок И это платье Я увидела У одной девушки Это польский блогер И оно на ней Смотрелось Фантастически Красиво Она выше меня Вот И я подумала Что у нас Ну не у нас А в нашей семье Скоро будет свадьба И я закажу Возможно Это как раз Такой интересный Необычный вариант Но когда это платье Приехало ко мне Я посмотрела на него И поняла Что это точно Не для меня Возможно У меня Знаете Такой тип внешности Который не выдерживает Вот этих Огромных валанов Каких-то там Вот Замысловатых Таких форм Мне нужно что-то Более строгое Более классическое И Возможно Для разнообразия Да Но Оно Сидит Не вау То есть Даже если бы Оно было С 50% Скидкой Я все равно Конкретно для себя Не купила бы его Возможно Это гораздо лучше Будет смотреться На другом типе фигуры На другой внешности Качества У меня замечаний нет Здесь все нормально Но Такая довольно Смелая модель Я решила Примерить Посмотреть А вдруг Выйти за Рамки собственного Комфорта Но все-таки Что-то пошло не так И это платье Точно не моя история Следующее Что я заказала Это Кашемировый костюм Это не 100% Кашемир Это именно Примесь Кашемира В таком Приглушенном Терракоттовом Цвете Интересно Какой он в камере Ну Наверное он чуть темнее В реальной жизни Чем Сейчас видите вы Ну приблизительно Такой же цвет Вот И он так же Есть в нескольких Оттенках Я взяла себе Размер XS Можно по отдельности Купить Вверх и низ Мне вообще-то Нравился другой Но Даже XS Не было Поэтому Взяла Просто Вот чтобы проверить Что же это Такое В реальной жизни Я могу сказать Что Ткань Очень Приятная Это как Просто Трикотажный костюм Утепленный Трикотажный костюм Он И не тонкий Просвечиваться Не будет Но не настолько Плотный Вот Если сравнивать С кардиганом Там такая Вязка Добротная Но почему Они сделали Такой Подстреленный Фасон Зачем Сделали Чуть длиннее Было бы идеально Также Такой кардиган Который я вам показывала Есть в сером цвете А вот этот Да Он прикрывает Попу И в принципе Это интересный Такой Прогулочный Вариант И Тоже на каждый день По ощущениям Это конечно же Приятно Это еще и Тепленько Здесь уже Ничего не колется Но Я не знаю Наверное В моей голове Было какое-то Представление Чего-то Поплотнее Что ли 90% хлопка И 10% кашемира Возможно Это стандартная Практика И возможно Мои ожидания Были завышены Я к сожалению Не могу Отгладить эти вещи Надеюсь Что вы мне Это простите Потому что Я собираюсь Их возвращать И не дай бог Я их испорчу Я стараюсь Очень аккуратно Это все делать Любые вещи Которые я заказываю Онлайн Я стараюсь Примерять Максимально Осторожно Потому что Я могу вернуть Потом кому-то Будет неприятно Но почему-то В моем воображении Этот кашемир Этот какой-то Даже боготворенный Кашемир Зейчендем Рисовался Совершенно По-другому А здесь Все очень Обычненько Возможно Это какая-то Такая Летняя версия Кашемировых Изделий Я на этом Не остановлюсь Я продолжу Что-то заказывать Выискивать Потому что Как в каждом Магазине Есть И хорошие Удачные вещи Так и не очень И вот Чтобы не заканчивать На такой Негативной Ноте Я покажу Вам Я давно Хотела обновить Себе косуху И с моей Изманго В принципе До сих пор Все хорошо Я ее ношу Уже года 4 Единственное Что Она такая Маленькая То есть Она не мала мне Но просто Она коротковата И когда я надеваю Ее на Какие-то Объемные свитера Смотрится Это не очень И иногда Я просто Даже не могу Поместить что-то В нее Какой-то Более Объемный Свитер И поэтому Мне хотелось Куртку Даже чуть больше По размеру Чем положено Я заказала себе XS Она сидела Хорошо Но мне Захотелось Взять Чуточку Больше Тем более У меня был Вот этот бонус Минус 15% Я заказала Я уже знала Что это за куртка Как она будет выглядеть Какая-то кожа Эта куртка Довольно тяжелая В принципе Такие хорошие косухи Они супер легкими Не бывают И также Кожа должна быть Прочной И мне нравится Что эта кожа Не блестит Вот знаете Когда это Чуть ли не Лаковая кожа Мне такое не нравится И также Я не люблю Когда есть много Каких-то Деталей на ней То какой-то Ремешок То какой-то Поясок То какие-то Финдиклюшки Мне хотелось Самой обычной Чистой базы Которая будет Хорошо Сочетаться со всем И будет актуальна Еще очень долго Также мне нравится То что Серебро здесь Слегка Такое Как бы Приглушенное Как бы Не то чтобы Потертое Но вот оно Пожившее Куртка просто Обалденная Огонь И тренч я не смогла Поймать Я видела Что у них было Несколько классных Моделей тренчей В таком песочном цвете И к сожалению Все они у нас Распроданы Куртку Я тоже забирала Одну из последних Вот И она Насколько я помню Там тоже есть одна Ну то есть Одна модель В целой коллекции Куртка Я безумно довольна Это то что я искала И пусть она Чуточку дороже Чем в других Там сетевых магазинах Типа Zara Что еще Mango Но там она стоит Где-то 100 евро Здесь наверное 150 То есть Цены такие Видите Ну не сказать Что заоблачные Да Потому что это все-таки Не 500 долларов Не 500 евро Поэтому если покупаешь Такую вещь На много сезонов А кожаную куртку Я ношу прям Максимально много Максимально часто Поэтому 150 евро Это такая Довольно еще Нормальная цена За кожаные изделия Причем Кожа здесь плотная Еще раз повторюсь И подкладка Здесь тоже такая Качественная Мне она очень сильно Понравилась И Вот из того Что я сегодня Показывала Самые удачные Находки Как мне кажется Это куртка Это платье Это футболка И Что-то еще Кардиган Только на невысоких девочек И еще черные шлепанцы Тоже Огонь А остальное Ну Я это точно верну Также Обязательно Напишите Что из показанного Вам понравилось Больше всего Не забывайте о том Что никому не нужно Такое количество вещей Даже я Заказывала Часть вещей Для обзора Чтобы поделиться С вами И самой узнать Самой что-то испытать Это же касается Косметики И Чего-то Что я показываю В видео Для того Чтобы поделиться С вами В первую очередь Информацией Вы уже сами решаете Что вам нужно Что нет Также я готовлю Для вас видео О весенних образах Это не прям Все новые покупки А такие Свежие сочетания То, что мне больше всего Нравится весной Возможно Какие-то Трендовые вещички Я знаю, что вы Очень любите такие видео На этом мы с вами Будем прощаться Всех целую и обнимаю Пока-пока До новых встреч Уже совсем скоро Пока-пока